Добрый день! Мы начинаем с вами короткий урок на Швейшель Песах, на седьмой день Песаха. Этот день сам по себе достаточно скрыт, не совсем понятен, что мы празднуем, потому что этот день называется Йомтов, это праздник. Здесь первый и последний день Песаха, это праздник. Что мы празднуем в первый день достаточно понятно, это выход из Египта. Что мы празднуем в последний день Песаха, как-то для большинства скрыто или мало понятно. Мы сейчас попробуем вместе с вами приподнять вот эту вот глубину того, что скрыто в седьмом дне Песаха, потому что день на самом деле по своей мощи, силе и величию и грандиозности во много раз превышает первый день Песаха. Что само по себе невероятное, потому что основной акцент везде делается именно на первом дне Песаха. Лейла Седер, что само по себе невероятная вещь и понятно, как говорит нам Тора, что если бы не было Лейла Седер первого дня Песаха, то, соответственно, не было бы и седьмого дня Песаха, который по своему величию в несколько раз больше. В самой Агаде, может быть вы не обратили внимание, но уже в самой Агаде говорится о том, что переход через Ямсуф, через море для евреев было в четыре или даже в пять раз больше чудес, которые произошли, чем выход из Египта. И само по себе это звучит довольно странно. Почему? Потому что в Египте нас держала в руках мировая империя. на протяжении двухсот десяти лет, из них восемьдесят шесть лет были в рабстве. И выход из Египта, который обладал, то есть египтяне, как народ, как духовная сила, обладали невероятной мощью, которая могли сдерживать евреев, весь народ внутри, и поработить их до невероятности. Говорится о том, что если бы Всевышний нас не вывел еще совсем немножко, и мы бы потеряли последнее. То есть вот эту вот тонкую ниточку, которая связывает наш народ со Всевышним. Так каким образом, как могло произойти, что выход, то есть переход через Ямсуф, через море, был в четыре или в пять раз сильнее по мощи, чем выход из Египта. И это совершенно невероятная вещь и совершенно непонятная вещь. Мы немножко с вами приоткроем, совсем немножко. И урок будет во многом основываться на уроке, которые... Варух Розенблюм, это один из известных Даршаним тех, кто проводит уроки Торы в религиозном Харидимном мире. Так вот, в самой Агаде мы читаем высказы наших мудрецов о том, что переход через Ямсуф в четыре или в пять раз мощнее, то есть больше чудес произошло. Значит, нам нужно с вами понять следующую вещь, как базис. Есть физического плана выход из Египта, а есть другая стадия, более сильная стадия. Это когда Египет выходит из нас. Что мы говорим, о чем мы говорим? Барух Розенблюм рассказал о том, что его родители, они прошли шоу, прошли катастрофу, очень тяжелые вещи, и они остались живых. Мы говорим о том, что произошло во время Второй мировой войны и издевательства над евреями и так далее. Они были одними из тех, кто прошли просто на своей шкуре, на своей жизни эти невероятно тяжелые вещи и остались живыми. И рассказывал он следующую вещь, что отец его рассказывал об этом тяжелом периоде. Он черпал силы из этого тяжелого периода. Он укреплялся и укреплял других, исходя из этого тяжелого периода. А мама его никогда, никогда не вспоминала о том, что с ней было, что с ней произошло. Мама его, в ее жизни было два периода. Был период с рождения и до десяти лет. Потом с десяти лет до девятнадцати лет это был некий провал в ее жизни, то есть вычеркнутый период, о котором она никогда не вспоминала, никогда и никому не говорила. И потом с девятнадцати лет и уже до старости. И он спрашивал себе вопрос, почему мать никогда не говорила об этом? И то умозаключение, которому он пришел, заключается в следующем. По ассоциации выхода из Египта, отец его, он вышел из Египта, и мать его вышла из Египта. То есть вдвоем они, исходя из этой концепции, конструкции и модели, которые каждый может применить к себе, потому что у каждого в жизни, каждый в жизни прошел непростые вещи, а иногда тяжелые вещи, а иногда невероятно тяжелые вещи, а иногда страшные вещи и так далее, и так далее. Поэтому это относится к каждому из нас. Так вот, Раф Розенблюм спросил себе следующую вещь. Почему мать никогда об этом не говорила? Ведь они обои вышли и прошли это. Почему отец об этом всегда рассказывал и говорила, а мать всегда молчала? Так вот, он говорил о том, что выход из Египта произошел. Выход из вот этого вот лагерей, концлагерей, мучения, для них физического плана выход. Как мы знаем, что мы должны были выход из Египта, лейла-серла, то, что происходит. Это происходит каждый год циклично для каждого из нас. Это не что, что произошло только тогда. Это происходит каждый год, идет потенциал каждому из нас. Важно очень помнить, это не какой-то исторический факт, который совершенно не соотносится с каждым из нас. Это для нас, для каждого из нас. Так вот, вышли-то они вдвоем и отец, и мать из концлагерей и прошли все эти мучения. Но следующий период был связан с тем, чтобы вытащить все эти мучения, вытащить весь этот ужас, эти переживания из себя. И остаться чистой внутри себя. Остаться с сильной верой и принять то, что произошло. И так далее, и так далее. Отец смог это сделать. Отец смог стать над этим. Он стал над этим и продолжил яркую и сочную жизнь. На мать же весь этот период, который она прошла, давлел и давил всю последующую жизнь. Отец смог преодолеть и вытащить Мицраем, вытащить Египет, вытащить этот ужас, который он прошел из себя. Мать не смогла это сделать. Так вот, очень важно понять, что этот потенциал выхода, то есть вытащить Египет, вытащить пройденное из себя, открывается нам в седьмой день Песоха, который наступает в этом году Тавшин Пейбет в четверг вечером. И для каждого это является грандиозным потенциалом, потому что каждый из нас находится в своем Египте. А Египет для нас на сегодняшний день это не обязательно совершенно физическое пребывание в стране, которая называется Египет. Египет это узость горизонтов, это невозможность открыться, невозможность быть самим собой. Это зацикленность на материальном, это невозможность найти некое состояние красоты и равномерное такое между физической реальностью и духовной реальностью. Это непонимание целей в жизни, такое нередко бывает. Непонимание того, для чего мы на самом деле здесь находимся. Вкладывание своего времени, своей жизни в те вещи, которые на самом деле в меньшей степени важны. Я не говорю о том, что не нужно заниматься материальной реальностью. Я говорю о том, что чрезмерное вложение своих сил в то, что связано с успехом в этом мире, чрезмерное. Не то, что не нужно, а чрезмерное. Оно забирает у человека самое важное, для чего он здесь находится, для чего он пришел в этот мир. И так далее, и так далее. Так вот, в этот день раскрывается потенциал выйти из этого внутреннего состояния, то есть вытащить это состояние из себя. Потому что каждый из нас прошел по жизни, и у них некий фунт соли отложился у каждого из нас. И вытащить это из себя открывается нам этой ночью прежде всего. И для того, чтобы это произошло все правильным образом, мы должны какие-то усилия к этому приложить. Какие усилия, в чем эти усилия заключаются. Но еще два слова до этих усилий, потому что это все кажется совершенно необычайным. Для того, чтобы усилить это, еще несколько слов. Выйти из физического рабства всегда намного проще, чем выйти из духовного рабства. Выйти человеку из тюрьмы, например, если мы возьмем модель того, что человек происходил в тюрьме, скажем, пожизненное заключение. И вышел после 30, 40, 50 лет, находясь в тюрьме. Выйти-то из тюрьмы он вышел. Но спросим себя вопрос, является ли этот человек на самом деле свободным человеком? Всю свою жизнь, всю свою сознательную жизнь прожил в тюрьме. У него четко выстроенный распорядок дня. Он знает, что чтобы пойти в туалет, ему нужно попросить, чтобы что-то сделать, ему нужно попросить. Чтобы кому-то позвонить, ему нужно получить разрешение. Он не может себе позволить тысячу вещей. То есть он внутри себя, в душе своей, человек ограниченный. Человек закомплексованный, человек, не имеющий на самом деле свободы. Так основа и свобода на самом деле, это внутреннее состояние. Когда это соотносится с внешним, это действительно невероятная вещь. Так выход из Египта, выход из некой тюрьмы, в которой мы находились, и каждый у нас находится в некого рода тюрьме, это только часть задачи. Основная часть, невероятно глубокая, невероятно сильная, это выйти из вот этих вот внутренних границ, которые нас сковывают. Вытащить этот груз, эта тяжесть, это эмоциональное давление, которое мы почерпнули с детства и несем в себе, пройдя какие-то тяжелые ситуации в жизни, где-то разочаровавшись, где-то обидевшись и потеряв веру в то, что в жизни что-то может измениться и так далее, и так далее. Так вот, вытащить это из себя является невероятно большой и мощной задачей. И для этого понадобилось невероятное количество малахим, ангелов. Для этого должен был непосредственно вмешаться во все это Всевышний, для того, чтобы у евреев имелась возможность наконец-то выйти из этого состояния. Потому что желания человека недостаточно. Нужно изменить реальность на небе. Нужно изменить те, скажем так, кнуты, те канаты, которые держат человека и не дают ему возможность что-то изменить в своей жизни. И вот этот вот день, он связан с тем, что на небе меняется реальность, и в соответствии с нашими усилиями, мы можем действительно изменить какие-то грандиозные вещи. И эта возможность есть у каждого. И каждый год эта возможность проявляется и усиливается в соответствии с нашим духовным уровнем и нашими возможностями. Продолжение в следующем. Как и второй короткий урок на тему Швишель Песах, седьмой день Песаха. Как вытащить Египет из себя. Как вытащить вот тяжесть пережитого в своей жизни на сегодняшний день каждого из нас из себя. Так вот, те разумные усилия, которые каждый из нас может сделать в этот особенный день, связаны с тем, что нам оставили наши учителя. Есть особый тикун. Это книга, которая составлена, некий сборник определенных текстов, который составил нам, оставил нам, и переходит нам по традиции от Ария Кадош. Называется Тикун Лель Швишель Песах. Там есть особые тексты, которые дают очень большой и сильный потенциал нашей души отслоиться от всего, что накопилось в нашей жизни, в нашей душе, в нашем мировоззрении, для того, чтобы вытащить все эти вещи из себя в эту ночь. И сегодня, сразу после вечерней трапезы, праздничной трапезы, начинают читать эту книгу, этот сборник Тикун Лель Швишель Песах, и читают эти тексты в сифардских синагогах, то есть в Батэк Несетшель и Дота Мизрах. Обычно, обычно, что вечером после трапезы собирается в синагогах, вы можете проверить в ближайшей сифардской синагоге, если вы живете в Израиле, это очень просто, потому что это очень распространено здесь. какой у них распорядок на этот вечер, на эту ночь. Обычно все встречаются после трапезы, и читают все вместе, один за другими, или каждый по отдельности, сборник Тикун Лель Швишель Песах, и подходит к тому, что в полночь по еврейскому времени, когда мы говорим о еврейском времени, мы говорим о космическом времени. Это не полночь, к которой мы привыкли 12 часов ночи, это космическое время. Сегодня это примерно 12-30 ночи, и проверьте по вашим календарям, когда именно Хацот Лайла, полночь. В это время по традиции, которая нам открывается, обычно открывают Арон Акодыш, место, где стоят книги Торы, открывают одну из книг Тора, может быть даже несколько, и все, кто находится в синагоге, вместе с Равом, читают, это называется Ширата Ям, вот это вот, то, что мы на самом деле читаем каждый день в Сидуре, в молитвеннике, в утренней Тфиле, переход через Ям Сув. Читают этот отрывочек, немножко до этого, немножко после, это Ширата Ям, то есть у нас есть 10 песней в Торе, это одна из них, на самом деле есть Инян, то есть важно красиво и правильно прочесть все эти 10 песней, у кого есть для этого достаточно время, и подходящие книги, таких как Широ Ширим, Шират Мирьям, Шират Мирьям обычно, и часто тоже читают в это время, когда открыт Арон Акодыш. И люди, Рав очень часто говорят о том, чтобы представить, что в этот момент мы, открывается перед нами море, заходит на Хшон Бен Аминадав, как тот, кто возглавляет, в данном случае, еврейский народ, тот, кто идет на пролом и готов отдать жизнь за то, чтобы выйти из этого состояния. Всегда есть вот этот вот первый особенный, который понимает, что на его плечах весь еврейский народ, это не только он, это весь еврейский народ, о котором он заботится. И есть Миссиру Тнефиш, то есть понимание того, что за Всевышнего ты отдаешь жизнь, это твое желание, ты понимаешь, что это важно, ты понимаешь, что без этого ничего не будет, потому что сам по себе выход из Египта, который произошел, был с помощью двух кровей, Штейдамим, как у нас говорится, это то, что мы говорим, то, что говорят сифардские евреи в Сферата, перед Сферата Омера, они говорят Лешимихуд, некий небольшой текст, который связан с правильными намерениями перед произвешением брахи, благословления на счет Омера, и говорится там такие слова Бедамаих Хаи в Емарлах Бедамаих Хаи, то есть жить, некое понимание того, чтобы жить благодаря тому, что ты приносишь в какой-то мере себя в жертву, эти две жертвы, которые сделали, принесли евреи перед выходом из Египта, и благодаря этому мы смогли выйти, это связано для каждого из нас с возможностью и силой того, что мы приносим в каких-то вещах себя в жертву, то есть приносим себя для Всевышнего, для того, чтобы произошли какие-то изменения. Первое было связано с тем, что евреи сделали бритмила, сделали обрезание, и второе, нужно было взять идола поклонства, то есть идола Египта, внести, затащить это в свой дом, и продержать там несколько дней, и после этого нужно было сделать шхиту, зарезать это животное и помазать дверной проем, и благодаря этому евреи остались живы, благодаря этому евреев вытащили из Египта, потому что, почему это было сделано, почему это нужно было сделать, почему Всевышний сказал евреям это сделать, потому что на тот момент евреев не за что было вытаскивать из Египта, вытащить их, не за что было, потом говорится о том, что напрямую в Торе говорится, в Годе говорится, Малахим, ангелы, на небе говорили, чем евреи лучше, чем египтяне. И те поклоняются идолам, и эти поклоняются идолам. Так за что их вытаскивать? Чем они лучше? Чем они заслужили? Что они заслужили, чтобы это сделать? И в этом месте евреи должны были показать, что мы готовы. Мы готовы сделать некое усилие, благодаря которому есть у Всевышнего потенциал нас вытащить. Никто никому ничего не обещал, вы же понимаете. То есть заранее наш народ не знал, что именно так все произойдет. Поэтому наш народ славится вот этой силой, как мы говорим, на асе ванишма. То есть мы сделаем, а потом мы увидим результат. Это благодаря этому наш народ смог принять Тору. Потому что все народы спрашивали, а что там есть, какая у нас от этого выгода, а что мы должны будем дать взамен и так далее, и так далее. Вот это вот желание открытой душой принять то, что нам дают, то, что хочет Всевышний. И надеяться только на него, потому что не на кого больше надеяться. Потому что если человек думает о своей жизни, я сейчас говорю о нас, что нам помогут наши деньги, как мы увидим, не всегда далеко деньги помогают. Мы прошли в последние несколько лет невероятные события. От пандемии сейчас происходит война в Европе. И весь мир по большому счету молчит, кроме каких-то санкций или каких-то еще вещей и разговоров на высокие темы. Вот какие кто-то плохой, а кто-то хороший. Ничего не происходит. Происходит война, и все молчат. Мировая держава, такая как Америка, молчит. Деньги, в особенности в таких ситуациях, далеко не всегда спасает от пандемии. Никуда не убежишь. Это было по всему миру. Много-много вещей, которые произошло в последнее время и происходят сейчас. Для того, чтобы понять людям, что тот, на кого ты можешь надеяться на самом деле, это, конечно же, на здравый смысл, на разум, не нужно входить в какие-то крайности и так далее. Но по большому счету, надеяться можно только на Всевышнего. Потому что надеяться на друзей, на правительство, на свои деньги, на знакомых, на врачей, да, нужно, да, правильно, но это очень ограничено. Надеяться нужно от того, кто создал этот мир. Оттуда мы получаем силы. Из этого понятия, из этого места, в котором находится бесконечность, оттуда идут наши силы. И ни от какого другого места. Те, кто не может пойти в Брикнейс по разным причинам, может прочесть тексты эти дома. И в полночь, по возможности, тоже прочесть текст, который находится в каждом сидуре, в каждом молитвеннике, в утренней молитве. Это Псукейда Зимра. Немножко переда Шма Исраэль, если так, для более точного понимания, чтобы было понятно, где это находится в молитвеннике. Имеет смысл представить себе, что ты входишь со всем еврейским народом в море, и море расступается, и ты проходишь. Имеет смысл все эти вещи сделать. Имеет смысл представить, как мы проходим через море. И чем лучше представляешь, тем больший вклад это делает для того, чтобы выйти из, вытащить вот эту вот тяжесть, которую каждый в своей душе несет из себя. Тексты, которые прочитываются в этом сборнике, там есть много текстов из Сеферазор, из других наших источников. Есть вещи, которые из Тейлим, какие-то вещи из Торы и так далее. Все организовано просто особым, очень удобным образом. Те, у кого есть сборник, это в этом плане очень поможет. Постарайтесь использовать этот день с толком. Больше учиться, больше размышлять на какие-то темы высокие и так далее. В галактическом плане, в плане подготовки, хорошо и правильно подготовить две пары свечей, заодно сразу поставить, зажечь одну свечу, которая будет как минимум на 24 часа. Лучше, конечно, зажигать на 48 часов, потому что от этой свечи нужно зажечь будет. То есть сегодня вечером говорится о бараха на свечи. Зажигается свеча на 48 часов. И от этой свечи на 48 часов потом можно будет зажечь свечи в пятницу вечером перед шаббатом. Говорят, бараха на ируфтов шелин. То есть это возможность в четверг в йомтов готовить для пятницы. Опять же, готовить только разрешенным образом. Это отдельная тема, каким образом можно готовить. Если у вас, вы не знаете, как и не предназначены, и не понимаете, как это сделать по закону и так далее, лучше все приготовить заранее. Нам всем выхода из своих ограничений. И чтобы бы из Раташем с помощью Всевышнего у нас была вот эта вот возможность вытащить эту тяжесть, которая накопилась в нашей жизни из себя, обрести внутри себя надежду, понять, что мы можем изменить и измениться. И поверить в эти внутренние силы с помощью Всевышнего мы можем действительно очень много. Хак Самаях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok